Здравствуйте! Можно услышать мнение от разных специалистов в кавычках, то что работая в частичной амплитуде, можно взять больший рабочий вес и вследствие этого увеличить большую мышечную массу по сравнению с обычной работой в полной амплитуде. На моей памяти только пять исследований, которые опровергают это мнение. Теперь вы понимаете, почему мне не интересны мнения таких специалистов, а интересны научные факты. Сегодня как раз мы и обсудим эти научные факты, а в частности исследования Блумкиста на частичную или полную амплитуду в упражнении приседаний. В исследовании принимали участие нетренированные люди. Это всегда важно отмечать, потому что между тренированными и нетренированными людьми может быть существенная разница в адаптации. Они делали либо полное приседание, что соответствовало от 0 до 120 градусов, соответственно бедренная кость параллельно полу, либо частичные приседания от 0 до 60 градусов в сгибании коленей. Как вы можете видеть на этом рисунке, момент силы между этими двумя вариантами значительно различается. В связи с тем, что момент силы в группе в полной амплитуде примерно в два раза больше, соответственно это ведет к тому, что группа в полной амплитуде может взять меньший вес примерно в два раза по сравнению с группой в частичной амплитуде. Но именно сила, которая приходится на мышцы, будет одинаковая. Но кроме этого, необходимо еще учитывать момент силы в коленном сухожилии. Так вот, было показано, что при угле 90 градусов в сгибании колена этот момент силы понижается примерно на 50%. Таким образом, момент силы в коленном сухожилии был значительно меньше в группе с полной амплитудой. Испытуемые тренировались три раза в неделю, общей сложностью 12 недель. В среду у них был относительно легкий день. Что мне понравилось в данном эксперименте, то, что в нем использовалось достаточно большое количество методов определения мышечной адаптации. Можно сказать, не хватает только одной биопсии. Ученые исследовали повторный максимум путем приседаний, как частичной, так и в полной амплитуде, для каждой группы. Также исследовалось максимальное изометрическое сокращение в угле 40, 75 и 105 градусов. Исследовалась мышечная масса задней и передней поверхности бедра с помощью томографа, что является золотым стандартом определения мышечной массы. Также использовалось определение сухой мышечной массы с помощью аппарата ДЕКСА. И измерялась толщина латеральной мышцы бедра с помощью ультразвука. Итак, давайте взглянем на результаты данного эксперимента. Здесь мы видим показатели увеличения повторного максимума. И для группы полных приседаний мы видим, что они увеличили повторный максимум на 20%. Как в частичной амплитуде, так и в полной амплитуде приседаний. А группа частичной амплитуды прибавила в полном приседании всего 9%, а в частичном приседании 36%. Дальше показана изометрическая сила. Здесь мы видим то, что группа частичной амплитуды статистически не прибавила ни в каком измеренном угле. А группа в полной амплитуде прибавила в 75 градусов 6% и в 105 градусов 8%. Таким образом, мы видим явное преимущество в прибавке изометрической силы. А здесь представлена площадь поперечного сечения передней поверхности бедра, измеренной томографом. Здесь мы видим то, что для полной амплитуды увеличение во всех участках бедра было от 4 до 7%. А в группе частичной амплитуды мы видим то, что увеличение было только в самых двух проксимальных участках. В самом проксимальном участке номер 9 оно составило примерно 4,5%. И в следующем за ним участке 2%. Причем если мы сравним эти участки между собой, то получится все равно в группе полной амплитуды были больше прибавки. То есть в девятом участке в полной амплитуде 7%, в частичной 4,5%. И в следующем за ним проксимальном участке в полной амплитуде 5%, а в частичной амплитуде всего 2%. Давайте взглянем на площадь поперечного сечения задней поверхности бедра. И здесь мы видим то, что в восьмом участке прибавка статистически значима была только в группе полного приседания. Таким образом, в двух участках передней поверхности бедра и задней поверхности бедра, измеренной томографом, мы видим явное преимущество в гипертрофии в полном приседании по сравнению с частичным приседанием. Дальше мы посмотрим на прибавку сухой мышечной массы, измеренной методом ДЕКСа. Здесь мы видим то, что прибавка статистически значима была только в группе полных приседаний. Часто возникает вопрос связи в прибавке силе и в прибавке гипертрофии. В этом исследовании на нетренированных людях мы видели то, что группа в полных приседаниях прибавила повторный максимум на 20%. При этом гипертрофия в максимальном его значении возросла всего лишь на 7%. То есть прибавка в силе была больше в 3 раза по сравнению с прибавкой в гипертрофии. В следующий раз нетренированные люди смогут примерно посчитать, сколько же они прибавили мяса. Итак, давайте сделаем выводы из данного исследования. Это исследование явно показало то, что работа в полной амплитуде вызывает лучшую прибавку в силе и гипертрофии по сравнению с короткой амплитудой, несмотря на то, что в короткой амплитуде можно работать с большим рабочим весом. Поэтому в следующий раз, когда вы пойдете в зал, не стоит тешить свое самолюбие большими рабочими весами в короткой амплитуде, сделайте упражнение, по крайней мере, приседания в полной амплитуде, и будет вам масса и сила. Спасибо за внимание.